Детям свойственно мечтать Мы за здоровую нацию, мы за полноценную семью Остановитесь ради своих детей В конце марта этого года специалисты Саянского кризисного центра Побывали на семинарах-тренингах, проводились которые в разных городах страны Так, в Москве состоялся тренинг некоммерческого партнерства СВР Посвящен которому внедрению ретровирусной терапии В лечении потребителей инъекционных наркотиков В нашем регионе практически потребители наркотиков не лечатся Не принимают ретровирусную терапию А так как мы работаем в проекте профилактика ВИЧ-инфекции Среди употребляющих наркотические вещества Наша задача смотивировать тех потребителей наркотиков Которые ВИЧ-инфицированы И у которых уже СИГИ клеток очень мало Которым врачи прописывают лечение Но кроме вот именно мотивации Необходима еще и приверженность в лечении Так как человек, если постоянно, как прописал ему врач, не принимает лечение То лечение, конечно, сводится к нулю Стоит сказать, что только в нашем городе за прошедший месяц Было выявлено порядка 15 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией Причем путь передачи в основном половой Заражаются благополучные люди среднего и старшего возраста Сколько соянцев, алкоголиков и наркоманов И не думающих сдать кровь на анализ больной ВИЧ или СПИДом Остается только гадать У нас есть вот такие положительные результаты Когда вот из наших клиентов проекта Девушка, потребитель наркотиков, забеременела Но у нее при обследовании обнаружили ВИЧ И все-таки мы вместе с врачами Объясняли ей, что нужно проходить терапию Чтобы ребенок родился здоровый Так и произошло Она получала лечение И на данный момент родила здоровую девочку Конечно, любой нормальный человек здесь воскликнет Зачем ВИЧ-инфицированные наркоманки или алкоголички вообще рожать? Тем не менее, в нашем «гуманном» государстве Они рожали, рожают и будут рожать А кто им запретит? Есть такие, которые хотят ребенка И потом еще одна из причин Особенно, я думаю, что в данной ситуации Когда рождают второго ребенка Они получают сертификат, материнский сертификат Конечно, таким детям не позавидуешь Которые будут расти в такой среде И понятно, что они уже больные Будут рождаться по каким-то другим параметрам И в зиме было несколько случаев Когда родив второго ребенка Получив сертификат материнский Приобретают себе жилье Дома, которые можно купить за какую-то маленькую сумму В зиме, назовем эту семью Катя и Ваня У них был первый ребенок, девочка, 3 года И она умерла от воспаления легких То есть понятно, что за ней родители не следили Вовремя я считаю, что отдел опеки Не забрал этого ребенка с этой семьи Потом они родили себе второго Это считается вторые роды Получили материнский капитал Финансирование зарубежными гранатодателями Проекта по профилактике ВИЧ-эффекса Среди потребителей наркотиков Будет осуществляться в два последующего года В этом году на реализацию проекта Выделено более 800 тысяч рублей Нас нацелили на то, чтобы Кроме получения финансов из-за рубежа Мы проводили адвокацию в регионе И различными методами и путями Доказали власти в регионе Что нужно наши проекты вводить В комплексные мероприятия По борьбе с наркоманией, алкоголизмом И тоже хотя бы немножечко их финансировать Сегодня не выявлено новых случаев пристрастия К наркотикам среди подростков и молодежи Обмечает специалист Наркомания не молодеет, а стареет В основном это люди в возрасте от 30 до 40 лет Причем среди наркозависимых больше женщин В нашем городе проживает 47 наркозависимых Такого возраста Есть 60-летние наркоманы Их 4 человека Город Саянск Это город без наркотиков Наши потребители также ездят в зиму Также мы их там На различных точках вылавливаем И проводим информационно-разъяснительную Просветительскую работу Летом минувшего года волонтерами Регистрировалась большая смертность Среди местных наркоманов Многие погибли от передозировки Или в результате потребления Нового вида наркотика Жидкого героина В зиму стали привозить из Усолья Жидкий героин То есть это не сухой порошок А уже сразу разведенный Ну состав конечно никто Мы и они не знали Но от употребления наркотика Они говорили что у них усиливается агрессия По отношению к себе И постоянно что-то хочется с собой сделать И были вот именно такие случаи суицида Когда вот под действием этого наркотика Смертность в летний период была очень большая Сейчас у нас наркосцена очень закрыта Очень сложно узнать где находятся эти точки Распространение наркотиков Нам даже не говорят У них есть бегунки так скажем Люди которые вот собираются Деньги берут и приобретают этот наркотик Но в основном идет уже сухой героин Какого он качества конечно мы не знаем К счастью сегодня на государственном уровне Лоббируется закон о принудительном лечении От алкоголизма и наркомании Говорят специалисты Ведь ситуация в стране Ахово Так на семинаре посвященном теме лечения СПИДа и сопутствующих заболеваний Туберкулеза, гепатита Приходив который в Санкт-Петербурге Присутствовали врачи-инфекционисты со всей России И зарубежные тренеры Тренеры из Германии Или из Британии говорили свои цифры Сравнивая с нашим Конечно у нас ужасающая ситуация в России Ситуация и с терапией То есть терапия не только ВИЧ Но и туберкулеза, гепатит У нас нехватка идет лекарств У нас нехватка идет полностью всей этой терапии в России И как говорили инфекционисты Разных городов России Что то что у нас есть таблетки Тем мы и лечим Так вот направлено семинар был на то Что сейчас новые препараты в Европе Которые уже есть По лечению ВИЧ, туберкулеза и гепатита Вот Поэтому сейчас я думаю в Россию Это придет уже Эта волна новой терапии Похоже на странцы Уставшие от американских горок И других экстремальных развлечений Едут в Россию за новыми впечатлениями Попутно удивляя знаменитому ныне Закону Димы Яковлева А ведь в пьяных российских семьях Дети ежедневно гибнут сотнями Третий семинар, на котором побывали Цаинские представители Проходил в Иркутске И был посвящен трудотерапии Среди подростков с нарушением интеллекта Наркотики отбирают твою свободу Освободись от зависимости Верни жизни краски Редактор субтитров А.Семкин